Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Уроженцы Западной Армении Самбел Антониан Керрик. Вопросы армян в Западной Армении. Анаит Манасян представила послу Нидерландов проблемы, вызванные блокадой дороги Берцур. Окончательное соглашение видимо. Представитель Госдепа. Собрано более 300 тысяч подписей против признания Пашиняна Марцаха территории Азербайджана. В Арцахе отметили последний звонок. В Кёльне демонтировали памятник в память о геноциде против армян гранат с надписью «Это наша общая боль». Керрик Самбел Антониан родился 15 января 1967 года в Джавахе. В июне 1988 года Самбел должен был отправиться в Кировград на учебу в училище гражданской авиации. Именно в аэропорту Завартноц Самбел разорвал билет и поступил на службу в Арцахское национально-освободительное движение. Боевой путь Самбел начался с приграничных районов Армении Хандзорут, Корнедзор, Яросхаван. Каждый раз перед тем, как пойти в бой, он пел песню Керри, за что его друзья прозвали почетным именем Керри. 9 января 1991 года Керри выполнил свое последнее задание. В Арцахе должен был родиться ребенок. Беременную женщину нужно было перевезти из Харцы в Гиши. У села Карагдаглу автомобиль попадает в засаду азербайджанцев. Керри боевал против азербайджанцев до последнего вздоха, прикрыв растерзанным телом беременную женщину, муж которой был уже убит. После боя Керри героически пал. В дневнике, где он записывал свои мысли, имел множество записей о независимой родине и национальной армии. Что бы ни случилось, нужно быть солдатом родной земли. До последней капли крови мы должны говорить о мести, ярости и борьбе. Для чего нужна наша сила, если не для защиты нашей нации, нашей земли, нашей чести? Защищать честь Арцаха значит думать о нашем очаге. По свидетельству одного из очевидцев геновицы да армян, поданного турецкого араба, заместителя главы Харбердской области, впоследствии работавшего в Дамаске, адвоката Фаезе Эль Гусейна, многих древних армянских рукописей и книг, в том числе страницы, украшенные миниатюрами, были использованы турецкими бокалейщиками в качестве бесполезной упаковочной бумаги. Потери армянской живописи прикладного искусства на территории Османской империи, начиная с гаммитских погромов, по сей день были огромными. Опираясь на многочисленные исследования армянских зарубежных специалистов, можно найти примечательные примеры наших средневековых рукописей, украшенных миниатюрами, хранящихся в армянских монастырях и церквях. Об умышленном уничтожении и присвоении фресок, икон скульптур хачкаров и памятников, различных образцов прикладного искусства, что свидетельствует о культурном вандализме, имевшем место в тот период и продолжающейся по сей день. За гаммитскими погромами в 1894-1996 годах последовала массовая резня армян, спланированная и осуществленная Мнадатурками. В годы гонения армянского народа и изгнания с исторической родины Цутан Гамид, правительство Мнадатурок, а затем Кемалическое правительство преследовали цель не только уничтожить армянский народ, но и уничтожить все материальные свидетельства многовековой армянской цивилизации и культуры. В годы гаммитских погромов, особенно геноцида, совершенного против армян, необратимые потери понесла наша средневековая архитектура, представляющая исключительную историческую, духовную и художественную ценность. Армянские монастырские комплексы, церкви и культовые сооружения в Западной Армении и других армянонаселенных местностей Константинополя были разграблены, разрушены и сожжены. Под угрозой разрушения также оказался город-крепость Аны, известный средневековая величественной тысячей одной церквью. Свидетельством сказанного является письмо от 25 мая советника Мустафы Кемаля Ататурка Риза Нурибей, командующему Восточным фронтом Киадзиму Карабекиру в 1921 году, в котором последний призвал полностью ликвидировать все следы армянских памятников города Ани, тем самым оказав большую услугу турецким властям. Защитник прав человека Анаит Моносян 25 мая приняла чрезвычайного полномочного посла Королевства Нидерланд в Республике Армении Николаса Схальмерса. Омбудсмен представила гостю вопросы, связанные с защитой прав жителей приграничных населенных пунктов, проблемы, возникшие в результате блокады Бердзорского коридора, вопросы, касающиеся пропавших без вести военнослужащих. Анаит Моносян особо подчеркнула факт агрессии азербайджанских вооруженных сил в отношении машины скорой помощи и медперсонала в приграничном населенном пункте Армении 17 мая. Констатировал, что это явное нарушение норм международного гуманитарного права. Говоря о сотрудничестве с Нидерландами, Анаит Моносян подчеркнул важность меморандума о сотрудничестве, подписанного с Институтом либеральной политики 3 ноября 2022 года, согласно которому сторону осуществляет программу борьба с разжиганием ненависти во имя установления плюреализма, мнений и толерантности в демократическом обществе, финансируемую правительством королевства. Омбудсмен также ознакомила посла с приоритетами деятельности структуры, в числе которых защита прав детей, женщин и лиц с инвалидностью, исключение дискриминации. В свою очередь, посол, поздравив Анаит Моносян с избранием на прос защитника прав человека, подчеркнул, что придает большое значение эффективным взаимодействием между посольством и учреждением защитника прав человека. В ходе встречи стороны достигли договоренности о продолжении тесных контактов. Вашингтон поддерживает продолжение армян-азербайджанских переговоров, заявил председатель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя состоявшуюся вчера в Москве встречу лидеров Армении, Азербайджана и России. Мы в переговорах не участвовали, но они остаются для нас приоритетом. Как вам известно, несколько недель назад госсекретарь принимал обе стороны здесь, в Вашингтоне. Мы знаем, что после этого переговоры продолжились в Брюсселе, и мы поддерживаем их продолжение, сказал Миллер, подчеркнув. Это остается для нас приоритетом. Он вновь подтвердил позицию Вашингтона о том, что соглашение достижимо и обе стороны должны работать вместе для достижения согласия по нерешенным вопросам. Правительство Западной Армении приветствует усилия США и России по мирному урегулированию арцахского вопроса. Полагаем, что две сверхдержавы понимают, что вопрос не дойдет до окончательного решения, пока не будут восстановлены права народа и целостность территории Арцаха, который был утвержден в 1991 году о свободном выявлянии коренных арцахцев. Собрано более 300 тысяч подписей против признания Пашиняном Арцаха территории Азербайджана Такуи Томасян. В парламенте я приняла чрезвычайного полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армении господина Фан Юна. Обсудила проблему безопасности Армении и Арцаха. Как очевидец, рассказала о напряженной обстановке в Сотке, обстрелах, вследствие которых у армянской стороны имеются жертвы, о том, что дважды была обстрелена машина скорой помощи и что 800 работников Сотского золотого месторождения до сих пор находятся в вынужденном простое. В беседе господином послом упомянуло итоги состоявшейся в Брюсселе в двухсторонней встрече Мишель Пашинян-Алиев, отметив, что Пашинян признал территорию Советского Азербайджана с Арцахом и его составе, в то время как в настоящее время это государство не существует, а современный Азербайджан не является правоемником Советского Азербайджана. Подчеркнуло, что решение Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года гласит, считать неприемлем для Республики Армения любой международный внутригосударственный документ, в котором Арцах будет указан в составе Азербайджана. Следовательно, в случае подписания любого подобного документа к нему будут серьезные претензии с точки зрения легитимности. Рассказала о ходе и результатах инициированного мною сбора подписей под лозунгом «Нет этнической чистки Арцаха». Отметила, что к настоящему времени собрано более 300 тысяч подписей, чем подтверждается, что для армянского народа является неприемлемым признание Николом Пашиняном Арцаха территории Азербайджана. Представила господину послу серьезные проблемы демократии в Армении, напомнив о неправомерных действиях представителей власти в отношении меня и других депутатов. Мы выразили обоюдную готовность расширять рамки сотрудничества и в этом контексте я подчеркнула, что для нас важно изучать опыт Китая с развивающейся экономикой. Председатель постоянной комитии Национального собрания по защите прав человека и общественным вопросам, беспартийная, такой и Томасян. В Арцахе отметили последний звонок. Сегодня, 26 мая, прозвенел последний звонок, знаменующий окончание учебного года для остальных учебных заведений республики и окончание школьной жизни для выпускников старшей школы номер 11 имени Джангиряна в Степанакерте. Завершился 12-летний марафон, наступил долгожданный самый запоминающий праздник, наполненный словами тепла и благодарности, добрыми пожеланиями и забываемыми моментами. Последний школьный звонок – это первый звонок во взрослую жизнь, который предвещает о начале более ответственного этапа. Каким он будет, зависит в большей степени от вас, сказала Григориан. По словам выпускницы на Нессарксян, последние годы школьной жизни прошли в чрезвычайных условиях и испытаниях – эпидемии, войне, блокаде. Эти три года были полны испытаний. Учебный процесс начался необычно, и таким же образом начался наш необычный учебный год. Но мы нашли в себе силы и нормально продолжили учебу, говорит выпускница, добавляя, что видит свое будущее в Арцахе и будет здесь учиться, жить и творить. Правительство Западной Армении приветствует любимых детей в связи с последним звонком, желая мирного неба и счастливого будущего в арцавском мире. Мы уверены, что вы, будучи наследниками доблестных арцавцев, не отступите ни перед какими трудностями, продолжив дело ваших дедов, отцов и братьев, отстаивая ваши коренные права, доведете до победного конца вопрос окончательного освобождения Родины. Святой и святынь для всех нас. Еще раз приветствуем и желаем вам новых побед. Удачи! Вечером 24 мая в Кёльне по заказу городских властей вновь был демонтирован памятник «Это наша общая боль», посвященной памяти жертв геноцида против армян. На этот раз более чем постыдно такое отступление перед турецким отрицанием в инстанции, игнорирующей правилегию, предоставленной должностными лицами с марта 2023 года до апреля 2024 года, о которой мы сообщали в наших предыдущих статьях. Инициаторы и армянская община Кёльна продолжают борьбу. Онлайн-издание, освещающее еврейскую жизнь в Германии, ссылается на публикацию в начале мая о Кёльнском памятнике. Согласно этому и прочим источникам становится яшно, что в Кёльне и его окрестностях представители 50 турецких неправительственных организаций, известные отрицанием истории, потребовали демонтажа армянского памятника, заявляя, что он нарушает общественный порядок, социальный покой является нападением на общественный порядок и культуру социального примирения. Мэр Кёльна Генрета Рекер жаждет подобных формулировок, чтобы голос турецких отрицателей никогда не был отклонен. Из резолюции Буденстага от 2 июня 2016 года исходит осуждение от собственничества. Правительство Западной Армении выражает сожаление по поводу подобного поведения одной из важных европейских стран Германии. Считаем, что проявление подобного поведения связано с секретными соглашениями между Германией и Турцией еще во время Первой мировой войны. Спустя 100 лет государство не может освободиться от прошлого и проявить независимую политику. Надеемся, что Германия, нашедшая в себе силы попросить прощения у еврейского народа, выплатив компенсацию, осудит генназид, совершенный против армян, ее давным союзникам Турции. Почитая памятник Гаранату, выковечивающий память жертв Кёльни, не будет его демонтировать. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok